Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся по случаю четырёхлетия. Не юбилей, правда, пока, но тем не менее, четыре года прошло после создания вам этого неформального объединения, этого клуба. Называется красиво «Клуб лидеров». Примечательно, что вам удалось создать эту организацию только после того, как сами вы что-то смогли организовать. Причём смогли организовать это самым достойным образом, с чем я вас и поздравляю. Приятно, что вы не только уделяете вопросам развития бизнеса собственного, но и принимаете участие в выработке различных инициатив, в том числе так называемой предпринимательской инициативы, которая, по сути, и на практике это, я надеюсь, уже ощущается, меняет всё-таки бизнес-климат в стране постепенно, но тем не менее, такие движения позитивные есть, что не может не радовать. Ну и, безусловно, очень приятно отметить, что кроме бизнеса, кроме непосредственности сферы деятельности, которые вы вовлечены в течение уже не первого, не одного года, не забывайте и про благотворительность, не забывайте, я думаю, что вы сами можете об этом рассказать, не забывайте про полезное времяпрепровождение. Помню нашу с вами радиосвязь, сеанс радиосвязи с одной из земных шапок. Кстати говоря, как мне рассказывали, это было не просто интересным и приятным времяпрепровождением, но и действительно полезный сеанс связи в том смысле, что происходили испытания новой техники. Потом вы ещё куда, на Эльбрус поднимались, да? Ну на этом остановитесь, потому что не надо, вы нам здесь нужны, живые и здоровые. В общем, я рад вас видеть, я хочу передать слово вашему коллеге и товарищу, ну а потом мы в свободном режиме с вами просто побеседуемся. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за добрые слова в адрес всего нашего клуба. Благодарим за встречу именно сегодня. Это настоящий подарок к четырёхлетию нашего неформального объединения предпринимателей. Но ведь кто такие предприниматели? Это люди активные и прямолинейные. И поэтому у нас сегодня вопросы будут, с одной стороны, простые, с другой стороны, за каждым вопросом стоят проблемы, волнующие сотни тысяч предпринимателей по всей стране. А мы же без вопросов, просто вы мне расскажете о проблемах, о сложных ситуациях, с которыми сталкиваетесь. И мы вместе просто поразмышляем слух о том, что случилось. Да, буквально два слова, кто здесь сегодня собрался. Это и участники как раз экспедиции, о которой вы сказали, антарктической, и те, кто активно участвовал в наших контрольных закупках. Но что нас всех здесь объединяет? Во-первых, действительно, каждый за последние 10-15 лет создал без чьей-то поддержки, помощи, бизнес практически с нуля. Например, как Вячеслав Зыков, будучи начинал индивидуальным предпринимателем, сейчас практически отраслевая компания серьезная. Не знаю, сам скажет, там 2-3 тысячи человек работает. Во-вторых, все свои планы, все, кто здесь, связывают на ближайшие как минимум 50-е, может быть, 100 лет с Россией. Долгожители, значит. Да. И третье, все тратят свое время, личное и средства также, для того, чтобы улучшать условия ведения бизнеса в стране. Вот, например, Ян Березин, да, Ян, он что сделал? Он за свои личные деньги купил одежду детскую, поместил в контейнер и дальше отслеживал, как этот груз проходит через таможню. Дальше эту одежду он отдал в детский дом, просто как пример. Поэтому, если не возражаете, тогда давайте, ребят, послушаем. Конечно. Спасибо. Пожалуйста, кто начнет. Прошу вас. Пожалуйста, сейчас мы и до вас доберемся. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Антон Мамаев. Я учредитель инвестиционной компании в Санкт-Петербурге. Инвестиционной. Инвестиционной. В мае 2013 года на вашей встрече с предпринимателями в Воронеже я поднимал вопрос участия субъектов малого и среднего бизнеса в строительстве спортивных объектов с использованием механизмов государства частного партнерства. Вы тогда поддержали наше предложение и дали соответствующее поручение правительству. В рамках исполнения данного поручения наша компания привлекалась с Министерством спорта в качестве эксперта. Со своей стороны мы, как частный инвестор и как компания среднего бизнеса, пытаемся реализовать несколько проектов государства частного партнерства в социальной сфере в ряде регионов страны. В процессе данной работы мы столкнулись с рядом проблем. Чего построили это? На данный момент еще пока ничего. Успешный опыт. На данный момент еще пока ничего, но очень хотим это сделать. Но столкнулись с рядом проблем, которые, к сожалению, существенно ограничивают привлечение частных инвестиций в социальную сферу. Одна из этих проблем – это высокая стоимость строительства социальных объектов, зачастую совершенно необоснованная. Например, в Мурманске построена тренировочная ледовая арена за 180 миллионов рублей. А Петербург пытается строить арены аналогичной направленности за 300-400 миллионов рублей. Либо, например, наша компания обратилась к Ленинградской области с предложением построить поликлинику по проекту, уже областью реализованному. Однако вопрос отложен, поскольку область заново занимается проектированием данного объекта. С нашей точки зрения, для того, чтобы избежать таких парадоксов, необходимо сформировать базу типовых проектов и в обязательном порядке использовать их при реализации проектов государственного партнерства в социальной сфере. Еще одна проблема – это высокий уровень бюрократии, связанный с тем, что чиновники на местах боятся принимать решения, которые не прописаны в соответствующих инструкциях. Как правило, реализуются крупные знаковые проекты государственного партнерства, где решение принимает руководитель региона с привлечением государственных банков и крупных международных консорциумов в качестве инвесторов. В Петербурге это хорошо известный западный скоростной диаметр, аэропорт Пулково. Нам представляется, что для решения данной проблемы необходимо на федеральном уровне разработать рекомендации и стандарты реализации проектов ГЧП в социальной сфере и внедрить их в регионах, по аналогии с региональным инвестиционным стандартом Агентства стратегических инициатив. Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, это необходимость создания в регионах действенных примеров реализации ГЧП проектов в социальной сфере с привлечением компаний среднего бизнеса. Владимир Владимирович, я бы отнес перечисленные проблемы к системным, поскольку их совместное действие не позволяет создать полноценную конкурентную среду в области ГЧП проектов в социальной сфере и, соответственно, привлечь реальные частные инвестиции. Решение данных проблем возможно путем координации этих вопросов на федеральном уровне. Безусловно, это приведет к снижению стоимости строительства социальных объектов и к привлечению компаний среднего бизнеса к данным проектам. Поэтому, Владимир Владимирович, обращаемся к вам с просьбой поддержать наше предложение и поручить правительству Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив сформировать механизмы по активизации проектов государственного частного партнерства в социальной сфере. С отражением данных механизмов в 2016 году в соответствующих государственных программах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Для привлечения к данной работе представителей предпринимательского сообщества считаем целесообразным сформировать на базе Агентства стратегических инициатив рабочую группу. На самом деле мы уже обсуждали этот вопрос с Агентством, с направлением социальные проекты и получили поддержку. Ну а как инициаторы данного вопроса, безусловно, готовы возглавить эту группу и нести ответственность за результат? Спасибо. По сути, вы поставили два вопроса. Первый – это типовые проекты. И второй – методические указания для принятия решения в сфере, которую вы сейчас затронули. Два. Что касается первого, то этот вопрос обсуждается уже очень давно, если не сказать постоянно. И вот те примеры, которые вы приводите, я сам уже неоднократно приводил, и такое поручение давно у правительства есть. К сожалению, как и в любой другой бюрократической структуре, колёса вертятся достаточно медленно или слишком медленно. Но мы к этому ещё вернёмся, и здесь, я думаю, что и особой вашей поддержки-то не нужны. Хотя, если какие-то есть идеи, как это побыстрее подтолкнуть, они лишними не будут. А вот что касается выработки методических указаний или методики взаимодействия между органами власти и бизнесом в сфере частного или государственно-частного партнёрства, вот здесь точно совершенно было бы важно услышать ваше мнение, как вы видите, как дипломаты говорят, со своего угла этот процесс. И, конечно, нужно в рамках ОСИ создать такую группу, и буду ждать от вас соответствующей рыбы, которую можно было бы направить в то же Министерство экономического развития, потому что всегда легче работать, и можно даже какие-то сроки поставить для исполнения поручения, если есть уже проект-документ. Спасибо. Добрый день. Владимир Владимирович, я Викрам Пуни, основатель компании «Фарма-Синтез», это фармацевтическая компания. Мы занимаемся производством социально значимых лекарственных препаратов, которые идут для лечения социально значимых заболеваний, таких как, например, туберкулёз, ВИЧ, гепатит и так далее. У нас три завода, все они находятся в Сибири и Дальнем Востоке. Что касается туберкулёза, то мы достигли определённых результатов за последние 10 лет. То есть если в 2000 году в России производили всего 10% противотуберкулёзных препаратов, то в 2010 году мы довели этот уровень уже более чем 90%. Кроме того, мы впервые в мире сделали инновационный лекарственный препарат вместе с Иркутским институтом органических химий. Для лечения устойчивого туберкулёза за последние 40 лет. И в конце концов страна стала экспортером противотуберкулёзных препаратов. И поэтому считаю, что что касается противотуберкулёзных препаратов, страна самодостаточная и является экспортером. Что касается препаратов антиритровирусных для лечения ВИЧ-инфекции, то тут, конечно, мы начали заниматься этой темой в 2010 году. И в 2015 году мы подняли уровень локального производства с 3% до сегодня более чем 30%. Ну и дальше работаем в этом направлении. Но проблема где, на мой взгляд, большая проблема – это гепатит. Современная терапия для того, чтобы лечить одного пациента… Во-первых, больше 2 миллионов нуждающихся в немедленном лечении. И терапия стоит примерно от 3 миллионов рублей на одного пациента. Представьте себе цифры. Если одновременно всех пытаться вылечить, это триллионы рублей. Понятно, что в бюджете ни в одном государстве нет таких денег для лечения этого заболевания. Какой может быть выход с этой ситуации? Я от себя, от своей компании, от клуба лидеров хочу выходить с инициативы к вам, чтобы мы применили механизм принудительного лицензирования. Что это даст? Это даст снижение стоимости этих препаратов в десятки раз. А этот механизм работает уже в странах-партнерах БРИКС. Лицензировать кого? Смотрите, есть препараты, которые запатентованы, которых мы можем производить. У нас есть технологии, у нас есть наработки все. Но эти препараты находятся под патентной защитой. Но есть еще и дженерики, которые уже не находятся. Да, дженериков мы уже сделали, Владимир Владимирович. Вообще абсолютно всех дженериков мы сделали. То есть сейчас именно по гепатиту проблема в том, что если мы применяем старую терапию, интерфероновую терапию, то она неэффективная, небезопасная. Вылечивается только до 30-35% пациентов. А в современной терапии это число достигает до 95%. И курс лечения сокращается с 19 месяцев до 3 месяцев всего. И 95% результатов. Поэтому, как и по модели других партнеров по БРИКСу, я предлагаю внедрить схему принудительного лицензирования. Что это такое? Поясните, пожалуйста. Это, значит, когда препараты запатентованы иностранным государством или компанией-оригинатором, то есть разработчикам, они имеют право продавать эксклюзивно, монопольно, в течение 20 лет. Но некоторые государства, если возникают такие проблемы, реально критичные, то принимают схему принудительного лицензирования. Что это значит? Это значит, что выдается лицензия правительством страны определенному местному отечественному производителю. Соответственно, этот производитель на основании вот этой лицензии может производить препараты, даже если они находятся под патентной защитой. Ну а те субъекты бизнеса, интересы и права которых, как они будут считать, нарушены, они что будут делать? Это четко прописано, Владимир Владимирович, в законодательстве. Если применяются эти схемы, только если возникает критическая ситуация. Эпидемия. Эпидемия, да. Ну представьте себе, значит, в общем, 2 миллиона человек, десятки тысяч людей, значит, в общем, да, умирают ежегодно, значит, в общем, да. Такая практика существует в мире, да? Да, конечно, в бриксовских странах, Индия, например, Бразилия, это применяют уже давно. И более того, понимаете, те люди, которые хотят лечиться, да, вот, ну, у большинства нет сегодня доступа к лечению. А те, которые хотят лечиться, значит, каким-то образом даже пытаются доставать эти препараты в Бразилии, в Индии, значит, в других странах. И я считаю, что это неправильно, и как бы надо заняться вот этой темой. Давайте, давайте, через кого можно передать это предложение? Мы проанализируем юридическую сторону этого дела. И если такая практика существует, если в других странах это применяется, ну, можно подумать, так нужно внимательно изучить, чтобы нам нигде не подставиться, конечно, под какие-то проблемы дополнительные. Но это, конечно, путь, возможный путь решения проблем. Владимир Владимирович, ну, например, для примера, можно это делать при Минпромторге в рамках Фарма-2020, создать комиссию, значит, в общем, да, и они выработают… Нет, это, что называется, техника, это мы, думаю, что решим вопрос принципиально, как разобраться с правами тех, кто имеет патент. Но если такая практика в мире существует, мне кажется, даже ВОЗ об этом говорит, и ВОЗ иногда, ну, иногда вот такую схему поддерживает, надо это проработать, и если в других странах применяется, почему у нас нельзя применить. Давайте, ладно, предложение. Спасибо вам. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Мария Короткова, я из Нижнего Новгорода. Я являюсь учредителем собственного бизнеса, консалтинг, IT-проекты. И также я представляю клуб лидеров комиссии Росимущества по отбору профдиректоров и сама являюсь членом Совета директоров ряда госкомпаний, среди которых Салаватский химический завод, Северо-Восток, Энергогосстрой и другие. И я прошу вас рассмотреть возможность тиражирования сложившейся практики Росимущества по отбору профдиректоров на дочерние компании крупногосударственных холдингов. Крупногосударственных холдингов обосновываю свою инициативу тем, что в основном в дочерних компаниях сосредоточен основной бизнес. И привлечение туда членов садиректоров из клуба, из актива оси позволит повысить прозрачность управления, эффективность управления, принести интеллектуальный багаж оси. И также клуб лидеров сейчас активно это направление развивает. Прошу вас рассмотреть возможность. Где-то 5-10 человек из клуба, которые продвигаются в садиректоров, наиболее зарекомендовали себя как эксперты рассмотреть возможности вхождения в садиректоров компании 91Р. Спасибо. А у вас уже такая практика есть? Да, практика есть. Я сама являюсь членом комиссии. У нас члены клуба заседают садиректоров в компании. Давайте предложение тоже оформить. Я только вчера встречался с Ольгой Дергуновой, которая возглавляет у нас соответствующую структуру по федеральному имуществу. Я уверен, что руководства этой структуры, нашей государственной, Росумущества против не будет. Они постоянно ищут подходящих людей с определенным уровнем компетенции, независимых и профессиональных. Поэтому давайте. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Полина Златкина, совладелец предприятия «Гермес Урал» в Екатеринбурге. Занимаемся мы производством емкостного оборудования. Вопрос у меня следующий. Мы на данный момент, несмотря на тяжелое время, работаем в три смены. Собираемся увеличивать штат и открывать новый цех. Но вот еще на этапе создания предприятия в 2009 году и сейчас мы столкнулись с одной и той же проблемой. Так скажем, контрольная закупка на подключение к энергосетям. В 2009 году мы приняли решение, что дешевле и быстрее для нас будет подключиться, купить за рубежом мини-ТЭЦ и установить на нашем предприятии. На тот момент, даже если позволите, я покажу. Про нас написали статью. Очень удачно на одной странице вместе с вами. Там цифры и подробности приведены. Это основной генератор электроэнергии. Статья называется «Прочь от большой энергетики». На том этапе мы решили свою проблему. Сейчас с открытием нового цеха нам опять требуются дополнительные мощности. И ту стоимость, которую нам объявляют за подключение, она практически сопоставима со всеми капитальными затратами на развитие производства. Как у вас называется компания, к которой вы пытаетесь подключиться? Это Екатеринбургская электросетевая компания. На данном этапе мы не можем покупать уже за валюту оборудование за рубежом и кредитоваться по существующей ставке. Это тоже для нас экономически невыгодно. Это дочка ФСК, да? Не уверена, если честно. Это мой. МРСК? МРСК, да. Мы буквально два дня назад этим занимались. Не хотелось бы просить каких-то субсидий. Понимаем положение в стране. Но этот барьер для нас действительно существенный. И хотелось бы просто посоветоваться, что можно сделать в данной ситуации. Ну, вы сами знаете. Мы же позанимаемся этим. Это не вопрос, это, по сути, просьба. И просьба законная, я думаю. Потому что мы уже постоянно-постоянно занимаемся этой проблемой. И АСИ, кстати, по-моему, тоже подключалась к проблеме подключения к электросетям. Ну, вот, идёт достаточно… Идёт, кстати говоря, там эта проблема становится всё меньше и меньше, но она существует пока. Если можно, я хотела бы отметить, что работа вообще, потому что цена была в 2009 году 18 тысяч рублей за киловатт, сейчас у нас 13 тысяч за киловатт. То есть работа идёт. На 5 тысяч наработали. За киловатт. Позанимаемся, ладно, оставьте коллегам. Пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый день. Так, получилось, что он начали… Вот эти гарантирующие поставщики, о которых сейчас мы вспомнили, да, в принципе, это, с одной стороны, такой рыночный механизм регулирования в сфере электроэнергетики. Они сами ничего не производят и ничего не транзитируют, и ничего не потребляют, кроме денег. Они заключают контракты и с сетями, и с генерацией, и с потребителями. Их у нас свыше 400, а это гарантирующих поставщиков, а вообще поставщиков как таковых свыше 700. В целом ситуация такова, что она требует, конечно, дополнительного внимания к ней, и мы договорились о том, что она должна быть гораздо более прозрачной, эта сфера деятельности, чем сегодня, за счёт создания единых центров расчётов. В каждом гарантирующем поставщике, а потом, как следующий этап, может быть и единый центр расчётов, который объединил бы все центральные расчётные центры каждого гарантирующего поставщика. Это, конечно, требует времени и определённых усилий, и это не всё, что нужно там сделать. Есть и другие направления работы, которые должны привести к большей прозрачности и, соответственно, к меньшей сберокращенности, да и цены должны снижаться, в том числе и на подключение. Но вы не можете ждать, пока там все эти вопросы решатся, это в течение нескольких месяцев, а может даже нескольких лет эта работа такая сложная, с тем, чтобы не было никакого сбоя при организации этой работы в стране в целом. Вообще, через все эти компании, так называемых гарантирующих поставщиков, в год проходит свыше 2 триллионов рублей. И это и с фискальной точки зрения важная составляющая нашей общей работы, и с точки зрения эффективности работы бизнеса в целом. Ну, мы уже договорились, что будем делать в ближайшее время, но в вашем отдельном, конкретном случае тоже займемся в особом режиме. Извините, пожалуйста. Владимир Владимирович, Кривошеев Сергей, член Клуба лидеров, член Совета практически с момента его основания. Так получилось, что сегодняшняя наша встреча действительно началась с вопросов моих коллег именно в социальной сфере. 25 лет работаю на этом рынке, в 1991 году с нуля со своим деловым партнером создал фармацевтическую компанию, дальше преобразил ее в крупнейшую розничную сеть России. Параллельно занимались производством в Белгороде и Воронеже в то время, когда все посмотрели в сторону закупок и перезакупок, как мы помним, на фармрынке. Мы обернулись в Белгород, в Воронеж, и поддержал меня в Белгороде Евгений Степанович Савченко в те годы и ныне. И развивались, работали, трудились. Коснулись темы и медицинской, да, создали один из крупнейших медицинских центров, коснулись детства. 22 года отработал, вижу цели, вижу задачи, понимая, что мне здесь делать, понимая, что делать на этом рынке, верю, как Артем сказал, в нашу страну, в ее развитие и в развитии даже в этой сложной социальной сфере. Замахнулись на самое нежное и важное, что у нас есть. Создали компанию «Акционерное общество. Третий возраст. Резиденции для людей старшего поколения». Отработали 3-4 года, видим огромный потенциал этого развития, понимаем, что нам делать сегодня, завтра и в Москве, и в регионе. Действительно, вы правильно сказали, давайте поговорим, давайте предложим инициативы. Вопросов здесь очень много. Знаем, сколько вопросов здесь решается государством. Знаем, какие вопросы решают крупные компании, крупный бизнес, потому что на сегодняшний день удержать тот оплот людей, которые создавали щит России, да, которые делали основу именно тех заводов, которые на сегодняшний день объявлены в крупной компании, это четкая позиция крупных компаний, они ее ведут. Много пересекаемся, много встречаемся в клубе лидеров. Видим мировой опыт. В той же Бразилии сегодня, мы говорили, страны БРИКС, мы видим, какое отношение в этих странах к людям пожилого возраста. Они стоят даже в отдельных очередях, пользуются определенными преференциями, нематериальными даже, но с точки зрения того, что в крупных розничных сетях есть отдельные полки товаров, на которые люди, не бегая по магазинам, могут в одном месте все сразу приобрести. Или, например, совсем глубокий вопрос с точки зрения самой полки на фармацевтической, дабы, в общем, этим занимались много. Выставляем ее ни вниз и ни наверх, чтобы человеку было удобнее взять непосредственно с полки. Вот дошли до таких нюансов. Получили опыт, который у нас есть непосредственно от наших родителей. И поняли очень интересную инициативу и интересную позицию. Да, люди это все видят и могут использовать. И им важно, чтобы они знали и чтобы их, самое главное, уважали. Вот это они очень четко чувствуют каким-то внутренним сердцем. И это нужно не только им. Это нужно и всем нам, которые мы сегодня здесь собрались, которым по 40-45 плюс. И мы просто видя и заботясь о них, мы понимаем, что о нас также будут заботиться. Инициатива создать на базе клуба лидеров, на базе агентства стратегических инициатив информационной программы. Мы научились помнить и ценить наших павших. Мы хотим знать о героях труда, о людях, которые с нами все время. О людях, которые строили магнитку, о людях, в конце концов, которые строили его сейчас бам. Вот такую идею, я сам коснулся этого. Мы внутри себя, внутри компании начали просто обсуждать, а кто у тебя был бабушка, а кто был дедушка. Я к своему стыду очень много узнал. И от своей бабушки, и от своей дедушки, от своих родителей. Если бы мы запустили и на площадке клуба лидеров, на площадке агентства стратегических инициатив, запустили федеральную инициативу о том, чтобы люди рассказывали, не боялись, не стыдились. Мы научились их любить, но мы должны ими гордиться. И вот если бы мы эту позицию взяли на себя, вы бы дали на это дело правильный старт. Мы уже эту работу начали. Её надо поддержать, и мы готовы её. Можете конкретизировать, что вы считаете важным, как бы, этой инициативой? Какие направления? Первое, второе, третье? Направление первое. Используя тот опыт, который есть, соответственно, сейчас у государства, у крупных компаний, более дополнить его теми институциями, которые есть в мировой практике. Улучшить их, и этот опыт мы имеем. Это первая позиция. Но вот скажите конкретно, что? Назовите пример. Привожу пример. Есть так называемый модуль управления болью. Это история, которая, когда прожил человек, говорит, я не знаю, что у меня болит, но у меня что-то болит. И есть технологии и темы, на которых мы можем, поддерживая их жизненный цикл, намного больше и намного комфортнее поддерживать их автономность. Это чисто медицинский вопрос. Это даже социальная реабилитация. Это даже не медицинская история. Это социальная реабилитация. Это исключительно вот наша забота и уважение к людям. Ну вот это где? Кто должен этим заниматься? Мы готовы на себя на площадке Клуба лидеров, мы готовы на площадке Агентства стратегических ассоциатив возглавить эту группу, правильным образом доносить эту информацию государственным, нашим региональным органам социальной защиты. И мы такую работу сейчас ведём. Мы готовы её популяризировать, проводить, позиционировать. Давайте вопрос, нужно конкретизировать. Это что, одно из направлений геронтологии? Абсолютно верно. Это одно из направлений развития геронтологии в целом. А на концевике, то, что я сказал, информационная инициатива поддержания и поддержки нашего пожилого населения, которой, собственно говоря, мы должны гордиться. Знаете, я, как вы видели, сразу отреагировал положительно. Думаю, что это замечательная инициатива. Мы, конечно, особенно в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне много и правильно говорили о ветеранах войны. Но вы абсолютно правы. Мы должны и о ветеранах труда помнить. Потому что если бы… А вы, как люди, которые бизнесом занимаются, понимаете, да? Экономики нет, ничего нет, и обороноспособности не будет. Поэтому именно на базе того, что было в своё время возведено, построено, запущено в те годы предвоенные и после, в годы восстановления, конечно, вся страна стоит на этом фундаменте. Конечно, это заслуга вот этих людей, заслуга людей сегодня пожилого возраста. Поэтому нам, кроме чисто военных, военной составляющей старшего поколения, нужно, безусловно, обратить больше внимания на ветеранов труда и в моральном, и в материальном, и в медицинском плане. Да, и мы должны ими гордиться, и мы гордимся ими. Но нужно, чтобы это было материализовано ещё и во практических наших действиях. Это отличная инициатива. Я прошу вас тогда продумать и просто систематизировать это предложение. Спасибо. Давайте мы сюда переболзём. Кто? Ну, пожалуйста. Владимир Владимирович, большое спасибо за встречу, что мы сумели встретиться. Мартынов Алексей Дмитриевич, член Совета клуба лидеров, участвовал также в контрольных закупках. В связи с клуба лидеров всей экспедиции мы поддерживаем, связываемся, проверяем аппаратуру. Именно мы, наша команда. Теперь о бизнесе. Я являюсь учредителем и генеральным директором компании, кто производит препараты списка жизненно важных необходимых лекарственных средств. Препарат хороший, инновационный, про него не буду рассказывать. Параллельно я развил направление остеопластических материалов. Это препарат, который используется от инсультов и при шемических состояниях головного мозга. Препарат сделан полностью, практически полностью из российского сырья. Всё, кроме ампул. Даже субстанцию мы сами синтезируем. То есть субстанции производим? Мы сами производим субстанцию на российском оборудовании. Но мелкосерийно. Сейчас ведём переговоры с крупнейшим заводом, соответствующим стандартам GMP в Питере. И мы будем синтезировать уже в больших объёмах от 500 тонн. Ой, от 500 килограмм, извините. 500 тонн. И мы сможем тогда... Хотел встать. Нет, тогда мы сможем, конечно же, экспортировать. Но, возвращаясь к речи Пуни, практика принудительного лицензирования прекрасно работает в Канаде и в США. Но, опять же, речь не об этом. Я решил инвестировать с партнёрами в товары медицинского назначения. Остеопластические имплантанты. Я их делаю из биологического материала и из химических материалов. Что это значит? Это применяется в травматологии, в ортопедии, в нейрохирургии, в онкологии, в детской хирургии. Когда у человека есть травмы и отсутствует костный материал, мы путём создания наших материалов можем имплантировать это в человеческий организм. И это очень быстро приживается на наши материалы. Но это используются уже давно в медицине. Абсолютно верно. 8,6% рынка состоит из импорта. Израиль, Европа и США. И только 14% — это российская продукция. В Европе Германия в основном делает? Да, Германия. И Швейцария делает. Но это стереометрические имплантаты. И в основном 14% рынка российского — это имплантаты для стоматологии. А все остальные сектора отсутствуют. Объём — 8,4 миллиарда рублей. Это точные данные за 2014 год. Что я хотел бы просить. В России очень хороший контроль за фармацевтической продукцией. И практически отсутствует контроль за товарами медицинского назначения. Из 86% иностранных имплантатов более 40% не зарегистрированы в Росграфнадзоре. А должны быть зарегистрированы? Конечно. Это товарами медицинского назначения. И тем более этот имплантант имплатируется в тело человека. Нужно обязательно регистрировать. Я, как таковых, проблем не испытываю. Мы запатентовали уникальную технологию очистки биологического материала. Я работаю с ведущими научно-исследовательскими институтами государственными по всей стране. Я собрал лучших специалистов. Мы внедрили... А, и запатентовали эту технологию. Мы внедрили инкорпорирование различных химических элементов в наш материал, чтобы он быстрее приживался в теле человека. Но так как, и самое главное, наши имплантаты в 3-5 раза дешевле, чем иностранные аналоги. Довольно-таки тяжело пробиться на российский рынок, вообще всем российским производителям, из-за того, что нет регистрации. Они могут демпинговать. И самое главное, этот товар проводится в чемоданах. Очень много проводится в чемоданах. И, конечно же, сейчас мы построили на базе технопарка «Строгино» наше опытно-лабораторное производство. Мы можем производить порядка тысяч единиц в месяц. Потребность рынка десятки, тысяч больше. Вы знаете, должен быть прямой контакт с Минэкономикой. Мы постараемся это организовать. Игорь Иванович, мы понимаем, в чем здесь проблема может возникнуть. Нам ни в коем случае нельзя создать дефицита. И в то же время нужно так отрегулировать, чтобы ужесточение этого лицензирования шло параллельно с ростом ваших возможностей по выпуску товарной продукции. И чтобы мы с вами не путали, где 500 килограмм, а где тонны. Согласен, я немножко волнуюсь. Нет, нет, я понимаю, это шутка с моей стороны. Но вы понимаете, о чем я говорю. Самое главное, чтобы нам искусственный дефицит не создать, и людям не создать проблемы. И, повторяю, рост закручивания гайки, правильные гайки, абсолютно точно, должен соответствовать росту ваших возможностей. Благодаря агентству стратегических инициатив мы познакомились с различными технопарками, которые работают в данном секторе. И мы можем переехать в другой технопарк, чтобы делать 100 тысяч единиц. И через 2-3 года мы действительно можем занять 30-40%. Я не говорю не только про свою компанию, я говорю просто про этот сектор. Спасибо. И как в связи с Клуба лидеров? Учитывая, что мы очень хорошо знаем, какая техника используется, иностранные аналоги, российская техника, сотрудники ФСО даже под ответственное хранение передали инновационную разработку. Мы ее с собой брали в Антарктиду, она работала успешно. Вы правильно сказали, мы были на Любрусе, мы были в Антарктиде, но мы были еще на Ванглане. Что это такое, что за инновационная разработка дала ФСО, какой-нибудь пистолет? К сожалению, пистолет нам не давали. По медведям стрелять? Нет, к сожалению, пистолет не давали. У нас было очень плотное сотрудничество, несколько месяцев мы готовились к экспедиции. Они привезли мне коротковолновую радиостанцию для связи с любой точки мира на всех диапазонах, которые можно использовать на подводных лодках и не только. Она влагозащищенная, позолоченный разъем. Классная штука. Но дело не в этом. Мы еще были и на Монблане, и у нас сложилась такая традиция, что всегда наша экспедиция клуба лидеров связывается с... На Монблане проходили по этой узкой дорожке между лифтом? Да. Нет, мы пошли с другой стороны. С другой стороны? Потому что было... По гребне проходили? Ну, конечно. Мы шли, но Владимир Владимирович сейчас имеет в виду короткую дорогу, более простую, а мы шли через сложный путь. Там он тоже был. Там был... Необходимо? Мы вообще не развязывались. Мы не развязывались. Мы там проверяли аппаратуру ГЛОНАСС. Успешно тоже работало. Почему я так много сейчас говорил о связи? Учитывая, что я очень хорошо знаю, как работают все протоколы связи, стандартные связи, Российская Федерация закупает инновационную аппаратуру во все свои ведомства. Но никто не согласует, чтобы они все работали в едином стандарте, в едином протоколе. Что это означает? То есть машины оперативных служб часто стоят по три радиостанции. Хотя достаточно использовать одну радиостанцию, и все протоколы позволяют. Вот вы сейчас находитесь здесь. Не дай бог что-то происходит в стране. Вы берете радиостанцию, включает канал, может оперативно связаться с МЧС, с пожарниками, со скорой помощью. А что происходит? ДТП. Простой пример. Москва, Московская область. Приезжают сотрудники ДПС, смотрят. И чтобы вызвать скорую помощь, они берут мобильный телефон и по мобильному телефону связывают дежуркой. Я предлагаю создать на базе агентства стратегических инициатив рабочую группу по оптимизации введения единого стандарта радиосвязи по всей России. И поскольку у вас есть уже наработанные связи в ФСО, мы вам обеспечим дальнейший контакт. Но это все благодаря клубу лидеров. Нет, правда, правда. Серьезно. Спасибо большое. Потому что у них там действительно есть хорошие наработки. И совместно с другими спецслужбами и министерствами, заинтересованными ведомствами, можно прийти к тому результату, который вам сказали. Да, я согласен. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Агафонов Алексей, компания «Северная звезда», таможенно-логистический терминал, город Коломна. Я не медик. Сейчас все-таки от медиков перешли к бизнесу. От медиков перешли к бизнесу. Он взял, между прочим, обидел тех, кто занимается бизнесом в сфере медицинской. Я вот сейчас хочу вам рассказать небольшую историю, трагичную, получившуюся, которая плавно перетекла в контрольную закупку по регистрации прав собственности на территории Московской области. Мы два года назад, после поездок по миру с Артемом Давидовичем, учитывая опыт азиатских стран, решили построить небольшой индустриальный парк. И парк должен был быть ориентирован на маленький бизнес. Людей, которые не могут себе позволить пять тысяч, не могут позволить себе огромные предприятия. А те, которые простые работяги, которые должны прийти и, не знаю, хлеб печь, пирожки, ковать подковы и все остальное. Это востребовано, потому что тем более Коломна глубинка. Хотя и очень красивый город. Вот. Администрация города нам все это согласовала. Были хорошие проекты, была очень хорошая поддержка. Мы по плану, по проекту построили дорогу, подвели коммуникации, газ, электричество. Все выполнили в соответствии с действующим законодательством. Получили право собственности на землю. У нас оно было оформлено. По результатам проверки инициированной администрации Московской области в 2015 году, которая прошла практически по всем городам, было отозвано, было послано письмо в добровольном досудебном порядке вернуть эту землю обратно в аренду. Ну, естественно. Вы подвели газ, электричество, дорогу. Зачем вы все это сделали? Что он-то и делал. Конечно, она сразу кому-то понадобилась. Она же была ничья. Она была вот, просто был пустырь. Там все, конечно, смешно, да. Ну, короче, где земля-то сейчас? Земля в Коломне. Нет, сейчас... Ну, в Коломне ясно, что не выездили. Да, сейчас у нас идет, скажем так, судебное разбирательство. Дайте просто... Изюме. Да. Давайте напишите записочку маленькую. Я переговорил с Воробьевым. Он человек очень современный. Я не знаю, там много всякой бюрократии, конечно. Я думаю, что он разберется. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Качаков Александр, предприниматель. Новосибирск, город. Бизнесом занимаюсь с 99-го года. У нас было много разных начинаний. Начинаем мы построили очень большую снековую компанию, сухарики, киреешки. Сколько вам лет? Мне 38 использовалось. А начали сколько вам было? С третьего курса. Получается, сколько мне? 19 было. Мы когда ходили, начинали только работать, мы говорили, что большой директор где-то там. А мы пришли на переговоры, потому что всерьез не воспринимали. Была у нас такая история. Мы дошли до 5000 сотрудников. У нас вплоть до того, что даже в Австралии завод был. В Австралии, Китае, Украина, Казахстан. То есть такая интересная... Что производится-то? Сухарики, чипсы, снеки, морепродукты, киреешки. Да, как раз я занимался тем, что в Питере, в честь города Кирееши, кстати, это все-таки было названо, потому что там было первое производство, мы выкупили которое. Мы потом эту компанию в 2009 году продали и сконцентрировались, с учетом нашего уже мирового международного опыта, выбрали для себя такие две новых сферы. Инвестиционная, то есть появые инвестиционные фонды развивали. И инвестиции в девелопмент и недвижимость. Наши региональные жилые комплексы, они в Новосибирске сосредоточены, они в прошлом году, в прошлом и позапрошлом два года уже занимают первые места на независимой премии. Обаневуатс по качеству жизни, по привлечению, потому что мы и с Сингапуром, главным архитектором общаемся, и канадский опыт, и российских, не забываем, естественно, проектировщиков. И вот наша, так сказать, прогрессивность нас подтолкнула к такой интересной штуке, что мы в одном жилом комплексе запроектировали на каждую квартиру по парковочному месту подземному. Ну, людям комфортно, внизу живешь, все, спускаешься. И с 1 января этого года мы столкнулись с таким замечательным креативом и лоббизмом нашего нотариального и законотворческого сообщества. Сейчас, чтобы продать парковочное место, которое стоит там от 4, до 600 тысяч рублей, причем это себестоимость, это инвестиции в качество жизни. Мы на этом ничего не зарабатываем, даже с учетом курса с убытком продаем, потому что один из комплексов, полностью роботизированный корейским, мы с корейскими коллегами построили, ну, один из первых в стране, я не буду врать, что первый, но вот такая штука. И на сегодня… Роботизированный это как? А прям такая машинка заезжает, ее поднимают, и лифтом пять этажей увозят на какую-то ячеечку такую штуку. Вот мы ее буквально запустили в течение полугода последних. И на сегодня, с 1 января, у нас все сделки с ними заблокированы, потому что люди покупают уже, когда прижились чуть позже с раздачей, то есть на свидетельстве. И принятый закон 391 ФЗ 29 декабря ввел обязательное нотариальное удостоверение. То есть у нас 250 человек в одном комплексе владеют вот этими ячеечками или подземными комплексами, и стоимость переоформления сейчас от нас к человеку или от человека к человеку составляет более 600 тысяч рублей нотариальных услуг на одно место. При стоимости парковки 500. Такое замечательное. Это один, как говорится, пример. Если вы не захотели прибыль получать, ну, там есть другие, кто будет получать. Ну, мы немножко, как говорится, в шоке, как вот коллега моя говорила, хотели посоветоваться, что с этим делать, потому что тут получается либо все это в черную зону. Я понимаю, что намерения, возможно, были благие, как говорится, потому что долевая собственность, ориентировались на квартиры. Пожилые люди, чтобы не продавали без ведома, но при этом как бы ударили и по бизнесу, и мы практически сейчас парализованы, то есть мы не можем это продавать. А вы сами как вот предложили бы отрегулировать эту ситуацию? Я имею в виду, что вы видите засаду, что называют, и с другой стороны. Если это вообще отменить, вот это нотариальное удостоверение, то в данном случае, вот как бы вы полагали, что и интересы людей защитить, да, и бизнес не обидеть? А знаете, что самое интересное, я буквально разговаривал, интересы людей-то не сильно защитили, потому что когда интересы людей происходили вот про вот эти доли, как говорится, согласия, там основная мошенническая схема состояла в схеме дарения, а дарение не отрегулировано, здесь именно купля-продажа. То есть и сейчас бабушка может подарить черному риэлтору недвижимость, то есть ту проблему не решили, новую создали здесь. И здесь получается весь этот рынок сейчас либо движется в сторону занижения стоимости и дарить, ну как бы застройщикам тоже неудобно тут налогово и так далее. Физлицы между друг другом начнут дарить парковки, рассчитываться как-то неформально, скажем так, что заведомо притворная сделка. Соответственно, ну из предложений либо исключить некоммерческую, вернее наоборот, коммерческую недвижимость, ну вот нежилой фонд, то есть это же парковки, это нежилой фонд, то есть добавить строчку по избавлению нежилого фонда, ну либо вообще отменить, как говорится. Ну вот, я думаю, что вы на правильном пути, надо подумать. Да, тут надо чуть-чуть настроить, скажем так. Да, настроить этот механизм. И второй сектор, по которому ударили этим же законом, это паревые инвестиционные фонды. То есть я как физлицо и мои коллеги, то есть инвестируя через паревые фонды, мы рассматриваем различные инвестиции в венчурные компании, в сектор недвижимости и так далее, а паревой фонд на сегодня является коллективной собственностью. То есть и он, покупая, инвестируя квартиры, там торговые центры, не важно что, теперь каждая сделка должна быть удостоверена у нотариуса. То есть то же самое, то есть паревые фонды в условиях сжимающегося инвестиционного спроса, который надо поддерживать, развивать коллективные инвестиции, он сейчас заблокирован. То есть и Центробанк уже в курсе, у нас коллеги юристы ходили, общались, они говорят, мы думаем, ну, есть федеральный закон, все, то есть каждую квартиру продать, это плюс 100 тысяч рублей, просто нотариусам подарить. Хорошо, надо подумать, я согласен, надо подумать. Ну, коллективные инвестиции освободить, я вот говорю, то есть тут весь даже не идет о ущемленных правах, а эти науэпоевые коллективные инвестиции. Я сейчас не буду даже высказывать свое мнение, чтобы сигналов не подавать, если они не очень точные. Поэтому надо вот тут продумать, но то, что проблема есть, это очевидно, вы ее обозначили, и предложили даже возможности, варианты решения. Может быть, они как раз и приемлемы будут. Спасибо, что обратили внимание. Спасибо вам. Есть. Пожалуйста. Вот, да, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Андреев Александрович, я из города Волгограда. Компания называется Метердевелопмент Групп. Многоотраслевая компания, мы занимаемся девелопментом и производством модульных зданий. У меня вопрос-предложение по мотивам вашего выступления на Валдайском форуме в 2013 году, когда вы говорили о... Я уж сам забыл, что я там говорил. Большая речь. Вы говорили о ценности. Сейчас помню. Об идеологии, о ценности. Ну, основной вопрос, который звучит, и мне кажется, что он лежит в основе всего, что происходит у нас в стране, в бизнесе, это отсутствие идеологии, которая, ну, с 90-х годов у нас... Вы ее обозначили, очень обозначили все правильные... Все вопросы, которые я хотел вам задать, я, прочитав еще раз ваше выступление, вы там нам все ответили. Единственное... Это как раз на Валдае было, по-моему. Да, на Валдае вы это как раз и озвучили. Вы сказали, там все. Единственного, чего не было, так и не была названа национальная идея. Так и не было сказано, что же должно того важного идеологического вектора, того главного императива, которым должны быть главным в общении, межличностном общении, а я сейчас хочу сказать, в общении между бизнесом и чиновниками. У нас получилось расслоение некое. Чиновники живут сами по себе, бизнес живет, и общество живет, само по себе. И вот найти этот общий язык, на котором можно было бы говорить, ну, как бы я как раз во время этой речи ждал, что вы скажете. Но что-то не сложилось. Несколько лет я думаю о том, как бы должно быть. Не хотел бы назвать это национальной идеей, но есть какой-то императив, который должен нас объединять и двигать, мотивировать на что-то. Происходят вещи, когда, ну, модное слово толерантность, даже не только между бизнесом и чиновниками, внутри самого межличностного общения она отсутствует. И об этом, ну, в обществе говорят, но на уровне правительства и власти об этом практически не говорят. Если бы не была ваша речь, то мы бы тоже ничего не слышали. Моё предложение следующее. Есть такой посыл, часто, ну, было, на дорогах висит, чужих детей не бывает. Вот, исходя из этого посыла, еще один посыл, я немножко так заинтригую вас. Есть в правилах дорожного движения, есть такой посыл, что водитель должен предпринять все меры, чтобы избежать столкновений. Должен быть посыл от власти такой, в России чужих нет. Мы все, и бизнес, и власть, мы делаем одно дело. Вы делаете, чиновники делают на своем месте, бизнес делает на своем месте. Мы делаем сильную Россию. И вот если этот посыл прозвучит, и он будет понятен всем, он должен прозвучать от вас. Больше тут в этой стране некому. Я думаю, что вы сейчас сказали, так что, кроме меня, уже есть. Как минимум, вы сейчас это сделали. А что касается основной идеи, что ли, в том выступлении, которое вы вспомнили на Валдае, я исходил из того, что по смыслу, по содержанию понятно, о чем идет речь. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. И вы сейчас именно это и сказали. Вы сказали, и чиновники, и бизнес, да и вообще все граждане работают для того, чтобы страна была сильнее. Потому что, если так будет, каждому из нас и каждому гражданину будет жить лучше. И достаток будет больше, и комфортнее будет, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это и есть национальная идея. Она не идеологизированная. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной. И чиновничество, и госаппарат, и бизнес все должны быть более эффективными. И, как вы сказали, мы работаем на страну. Понимая под этим нечто аморфное, как еще в советское время было, что вот эта давленка такая со стороны государства. Сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна – это люди. Вот в этом смысле на страну. И другой идеи мы не придумываем. И придумывать не надо. Она есть. А предложение правильное? Надо только понять, как его оформить и запустить. Да, пожалуйста. Дело в том, что на самом деле это очень важный вопрос, который на меня задает вопрос, почему ты собираешься решать этот вопрос, не я. У нас есть, хотел бы сказать вам еще спасибо про агентство стратегических инициатив, есть клуб лидеров. Мы готовы адаптировать этот девиз. Этот адаптировать, он должен быть в умах всех. Мне кажется, он достаточно всеобъемлющий. И мы готовы, если вы дадите поручение, мы готовы адаптировать. То есть у нас есть механизмы, это непросто. Я согласен. Вот вы сейчас очень важную вещь сказали. Это должно быть в умах всех. Но для этого недостаточно, чтобы вы или я сто раз об этом сказали. Этого недостаточно. Нет, нет, одного раза недостаточно. Нужно, чтобы это вошло в сознание. Понимаете? В сознание. И постоянно об этом надо говорить везде, на всех уровнях. Постоянно. Дайте нам поручение. Я вас прошу об этом. Я вас прошу об этом. Мне, к сожалению, заканчивать надо постепенно. Вот даме дадим, девушки. Коротовских надежда. Санкт-Петербург. Бизнес в области транспорта, логистики и производства. Штаб-квартира у нас в Петербурге. Но филиалы в Москве, Франкфурте, Лабуге, Нижнабережных, Челнах. Вопрос такой, Владимир Владимирович. Мы клуб лидеров. Бизнес-экспертиза. Вы видите, что каждый из нас – это тот человек, который обладает рядом профессиональных компетенций. И готовы, мы готовы ими делиться. Это показало результаты по контрольным закупкам. И результат налицо. 50-е место в рейтинге «Дуем бизнес». Мы гордимся этим результатом и гордимся своей работой, потому что практическую часть мы включились в нее. Что важно? Что встретилось нам на пути контрольных закупок? Поскольку у нас тысячи тайных покупателей, которые прошли по этой процедуре, мы видели, что есть бюрократические барьеры. Их выбирали, анализировали, докладывали, убирали. Но есть еще и модели, системные модели работы госпредприятий, госведомств, учреждений. И мы говорим о том, что эти модели нужно масштабировать. Налоговая нас услышала. Налоговая по регистрации юрлиц, номер 15 в Петербурге. Идеально работала последние пять лет. Руководитель налоговой взял это за пример и начал в каждом городе это масштабировать. Потому что есть правила уже отработанные, есть результат. Это нужно перенести. Идеальная и гениальная идея пришла к клубу лидеров во взаимодействии с прокуратурой Санкт-Петербурга, которая откликнулась. Мы отработали модель работы прокуратуры на опережение. Прокуратура не догоняет и наказывает, а работает на опережение. Причем это они поставили на систему. Я говорю о неком, на некой экспертизе, которую надо масштабировать в размере страны. Потому что лидер ведомства, который этого достиг, должен награждаться или отмечаться и идти дальше эту экспертизу давать. И, Владимир Владимирович, просим вас, безусловно, поддержать идею продолжения контрольных закупок. Потому что мы хотим в ближайшие два года расширить свою полномочия до 10 тысяч человек. Вот эту информацию собирать, обрабатывать и усиливать, и докладывать тем профильным министерствам и ведомствам вам, что сделано и что должно быть сделано. Работы много. Доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам. Два месяца назад я подписывала тысячу бумажек для того, чтобы подтвердить репутацию своей компании. Для участия в тендере, в одном тендере. Тысячу бумаг, тысячу листов. Неделю работали специалисты. 10 тысяч тендеров по Петербургу. 10 миллионов бумаг и 10 тысяч часов рабочего времени. А эти бумаги еще куда-то везутся. Эти бумаги кем-то читаются, где-то хранятся для отчетности. Нужен электронный реестр федерального уровня, который четко оцифрует каждое предприятие. И любой заказчик, который приглашает нас в бизнес в тендере, открывает нашу страницу. Там он видит наши учредительные документы, которые нам не надо штамповать, нашу бухгалтерскую отчетность, трудовые книжки всех моих сотрудников, потому что я подтверждаю репутацию тех компетенций, которые работают в команде. Мои дипломы и прочие документы, которые составляют тысячу листов. Электронный реестр, если сделать его правильно, он сможет стать информационным инструментом, аналитическим. Мы сможем с вами вытаскивать любые цифры по росту поставщиков, по профилю. Мы можем с вами и стратегически, по сути, уже оцифровывать то, что сделано, смотреть движение вперед. А для рынка и для бизнеса очень важно поступательное движение вперед. Пусть сегодня не так хорошо, но мы должны понимать, что будет лучше. Мы должны видеть горизонт развития взаимодействия с чиновниками. А для этого нужны KPI. KPI для чиновников. Спасибо. Вы знаете, что хотел бы сказать? Я действительно должен уже передвигаться на следующее мероприятие. Вы же не сердитесь на меня. Что? Можно вы это что-то сделать? Ну давайте, а потом я отвечу тогда. Можно. Я Алексей Бакулин. Я владелец и собственник автобусной компании, производитель автобусов и шасси. А где? В Волгограде. Я из Волгограда. Это знаменитые автобусы «Волгобас», которые работали на Олимпиаде. Благодаря нашим Олимпийским играм и мои работники на моем предприятии стали олимпийскими чемпионами. Честно. Потому что мы организовали выпуск 97%. Это очень такой серьезный показатель. Мы работали круглосуточно, но мы выполнили эту работу. Я хочу сказать, что сейчас все хорошо. Это удивительно. На том фоне, который есть, сейчас все хорошо. 150 рабочих мест только за прошлый год создано. В два раза я увеличиваю объем и в этом году. Сейчас, благодаря выходу на новый уровень, я строю новый, просто уникальный, огромный завод. Это будет самый большой завод производства автобусов и шасси. Я устрою его в Владимирской области. И уже… Курс рубля помогает? В два раза увеличил. Конечно, помогает. И помогает не просто работать на внутреннем рынке, о котором, если можно, я скажу несколько позже, а работать на экспорт. Вот то, что я сегодня сделал и делаю во Владимире, строя новый завод, масштабнейший. Потому что там будет абсолютно новый подход. Это автоматизация, роботизация. Все процессы будут построены именно по такому принципу. Но для нас действительно сегодня важен выход на экспорт. Без экспорта это невозможно. Это еще не главная наша задача. Вообще KPI всего бизнеса России на самом деле. Мы должны к этому стремиться. И уже сейчас есть первые результаты. Вот та работа, и в рамках клуба лидеров, который я работал, мы активно работали над дорожной картой по экспорту. Вот сейчас выстроена отличная нормальная история. В конце года мы проверим, вот те сегодня механизмы, которые выработаны, мы посмотрим, как они работают. Но у меня уже есть результат. Вот я сейчас заключаю контракт с Гамбией, уже используя механизмы Росаксинбанка. Первые автобусы уходят в Африку. Для меня получилось очень важное, большое событие, то, что я заключил соглашение на поставку в Иран автобусов. И заключил соглашение. Я небольшая, средняя российская компания с гигантом, так можно сказать, иранского рынка, компания «Мамут», которая производит трейлеры и грузовики. Все задают вопрос, как, Алексей, как это получилось. А все очень просто, с одной стороны. Ровно три года назад вы инициировали и начали программу по газомоторному топливу. Отличная программа, которая вообще позволила совершенно по-другому посмотреть на этот рынок. И мы смогли за три года создать полный модельный ряд газомоторных машин. И сейчас только Иран запускает подобную программу. 17 тысяч газомоторных автобусов им нужно. И мы сегодня наиболее удачно подходим и по цене. И с учетом рубля мы сегодня имеем очень хорошие результаты. Поэтому я считаю, что эту программу однозначно нужно продолжать, нужно работать. И то, что мы сегодня уже готовы к будущим экспортным сделкам. И это самый яркий пример, как именно внутренний рынок помогает выходить на внешний. В связи с этим у меня есть один огромный вопрос с тремя основными элементами. Первое. Мы должны очень серьезно смотреть в будущее. Сейчас вами поддержано и выданное поручение по поводу электротранспорта. То есть обратить внимание на электротранспорт и развивать его. То есть это электробусы, электромобили. Это очень важный процесс. Плюс в рамках национальной технологической инициативы это беспилотный транспорт. Но мы должны сейчас думать не только о создании транспортных средств, о технологиях. Мы должны думать о рынках. У меня предложение связано с тем, что мы в состоянии уже в течение трех лет запустить, по крайней мере, первый опытный, беспилотный маршрут. Здорово. Готовы. Сделаем. И мы готовы в это инвестировать. Я предлагаю сейчас в одном из городов Чемпионата мира, где будет проходить, в моем родном Волгограде, мы могли бы сделать этот маршрут. Прошу вас поддержать. И мы там построим, во-первых, свои российские автобусы. И главное, мы должны не просто, я вот заинтересован с точки зрения поставки просто автобусов, а именно построение системы, которую потом мы будем экспортировать. Второй вопрос, который, второй момент, он очень важен. Просто что получается? Сейчас, наверное, только у нас в Российской Федерации нет ограничений по возрасту транспортных средств, которые работают на регулярных маршрутах, именно в пассажирских перевозках. Просто постоянно пассажирские перевозки и автобусы сталкиваются вместе с коммерческим транспортом. Это очень большая, действительно, серьезная проблема. И сейчас не время делать такие подобные ограничения. Но там, где люди зарабатывают деньги, выходят на регулярные маршруты и вывоят, и возят пассажиров, там, конечно, должны быть какие-то предельные ограничения. Это тоже очень важная задача. И можно эволюционным способом прийти к этому решению. И третье, если можно сказать, это, конечно, для нас, для российских производителей, особенно для компаний такого масштаба, как мы, в среднем уровне, очень сложно сегодня работать на внутреннем рынке. Отличные законы, которые нам сегодня позволяют как бы участвовать в конкурентной борьбе. Но мы постоянно оказываемся не в конкурентной борьбе, не в конкурентной игре, а какие-то договорники постоянные. Ну, самый яркий пример для меня, это, конечно, Московский, Москва и московский контракт. Понимаете, мы, ну, если позволю, но это я скажу. Просто, ну, какая-то лексутовщина, понимаете? Это что такое? Это когда я, все по форме, все правильно, а по содержанию это полное издевательство. Когда за 4 года ни одного нормального конкурса. Когда мы говорим, что нужно покупать отечественные автопромы, мы закупаем турецкие «Мерседес». Когда мы говорим, что мы идем сегодня и выстраиваем систему именно развития газомоторного топлива. Вот последнее совещание в Минэнерго, рабочей группы по газомотору. Единственное, Москва говорит, нет, ребят, это невыгодно. Ну, правильно, им невыгодно. Им выгодно покупать дизель. Всем регионам, которые постепенно двигаются и вкладываются, им это выгодно, и это видно сегодня результаты, а вот здесь невыгодно. Ну, и последний пример. Даже, мы говорим, хорошо, мы строим 180 километров от Москвы завод. Это будет крупнейший завод. Возьмите наши автобусы просто на тестовые испытания. Бесплатно. Во Владимирской области. Услан Юрьевны Орловой. В сентябре мы запустим первую часть. Говорим, вот, возьмите бесплатно готовый автобус. Сергей Семенович подписывает распоряжение взять в тестовую эксплуатацию. Я два года за ними хожу. У меня уже такие два тома отписок. Не берут. Не берут. Не хотят брать. Чему? Потому что это совершенно другая конкуренция. Мы готовы к открытой конкуренции. Мы готовы двигаться дальше. И мы делаем свое дело. Мы не жалуемся. Мы делаем свое дело. И мы будем дальше продвигаться. Несмотря ни на что. Но я считаю, что ключевой рынок для нас должен быть тоже открыт. И последнее. Не хочу на такой ноте заканчивать. Я хочу сказать, что есть открытые нормальные рынки. Вот для меня яркий пример. Вот я привел пример Олимпиады. Это Санкт-Петербург. Мы вместе в команде с питерскими транспортниками отработали Олимпиаду. Я пять лет участвую в открытых боях, в открытых торгах. Где-то я проигрываю. Где-то я выигрываю. Но я четко понимаю и четко вижу свой рынок. Мы четко настроены на эту работу. Поэтому я считаю, что не все так, естественно, плохо и печально. Но я считаю, что везде стандарты должны быть одни. Это для нас очень важно. И в завершение, Владимир Владимирович, мы вместе с клубом подготовили книгу. Это как раз Санкт-Петербург. Это как раз такая история. Это автобус, влюбленный в город. Вот мы так, все наши предприниматели, мы так к этому относимся. Спасибо. Спасибо. И вот, наверное, от всей души я хочу вас пригласить на открытие нашего, нашего нового, абсолютно современного завода. Это будет осенью. И там провести следующую встречу с нашим клубом. Спасибо большое. Спасибо. Хочу пожелать вам удачи при завершении этого проекта. Ну и несколько замечаний по поводу того, что вы говорили. Ну, во-первых, напомню Сергею Семеновичу про его резолюцию и необходимость довести её реализацию до логического завершения. Первое. Второе. Газомоторное топливо, конечно, важно. И, безусловно, мы будем продвигать этот проект. Вопрос только в бюджетных, как всегда, ограничениях. Вы понимаете, с чем это связано. Но, тем не менее, мы её не закрываем, а наоборот, будем поддерживать. И считаю, что мы и должны это делать, имея в виду, что мы страна с самыми большими запасами природного газа. Нужно развивать внутреннее потребление. Это совершенно очевидный факт. Что касается поддержки на работа на экспорт. Сейчас валютная разница и конъюнктура такая, что позволяет вам эту работу наладить. А если наладили, если на рынок вышли, взяли этот рынок, то потом его удержать тоже непросто. Но всё-таки это требует меньше усилий, чем его завоевать. У нас инструменты поддержки экспорта созданы. Их нужно наращивать, конечно, это мы понимаем. Будем это делать тоже исходя из возможностей бюджета. Но кроме бюджетной поддержки, связанной с субсидированием, с другими инструментами, настраивать будем наше торгпредство за границей, всю систему государственной власти, которая работает на эту задачу, делать это ещё эффективнее. Будем стараться вас поддержать. Теперь по поводу того, о чём вы говорили, а именно КПА для чиновников. Вы знаете, здесь я вернусь к тому, о чём наш коллега на последнем ряду здесь только что говорил, а именно мы одна страна. Если взять всех вас и пересадить в чиновничьи кресла, я ещё не знаю, с чем бы мы столкнулись. Понимаете, в чём? Ну, это образно, но вообще у нас нет ситуации, при которой все плохие люди или коррупционеры, или неэффективные и прочие, которые собрались в чиновничьем аппарате, а все хорошие в бизнес-среде. Это совершенно не так. Вы знаете, мы один народ, и в каждой среде есть всё, причём примерно в равных пропорциях. А вот то, о чём вы говорили, это исключительно правильная вещь, если мы хотим постепенно, но всё-таки в нужном направлении двигаться и менять всё. Нужны экипиа для чиновников, нужны контрольные закупки, нужны достаточно строгие, но справедливые, не нарушающие работу бизнеса законы, связанные с контролем за деятельностью бизнеса и за обеспечением безопасности продуктов, транспорта, интересов и прав граждан и потребителей. Вот это всё нужно делать в совокупности, но только вместе. А я хочу пожелать вам успехов. Вам спасибо большое. Мы встретимся ещё. Спасибо.